МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Да, закончил я работу над большой книгой. Книга по истории нашего учреждения. Она охватывает в себя практически вековой юбилей с 1920 года, когда была создана Грибовская овощная опытная станция как раз на территории нынешнего Денцовского городского округа. В данной книге в форме летописи я постарался рассказать со своими соавторами о как раз работе нашего учреждения, о тех знаковых событиях, которые происходили по сельскому хозяйству и по овощеводству в целом в нашей стране, ну и рассказать о простых людях, которые работали в нашем учреждении и, по сути, обеспечивали продовольственную независимость нашей страны. Вот эта книга, она сегодня тоже здесь, в нашей студии. Сколько времени понадобилось, чтобы ее написать, чтобы систематизировать все те материалы, которые вам удалось вместе с вашими соавторами найти? Мы работали 3,5 года. Книгу я хотел подготовить к юбилею нашего центра. Юбилей у нас был в прошлом году, в сентябре 2020 года. И к августу текстовой вариант у меня уже был готов. Но, к сожалению, для подготовки уже к самому проведению юбилея мне пришлось книгу оставить на том этапе, который был текстовой, и заниматься непосредственно проведением юбилея. Но потом, с новыми силами, после проведения юбилея, книгу мы завершили, подобрали все исторические фотографии, и книга вышла буквально 2 недели назад из типографии. Книга вышла совсем недавно. Какие отзывы вы получаете? Какие рецензии? Вы знаете, пока мало кто эту книгу прочитал. Можно сказать, что это эксклюзив. На Одинцовском телевидении книга попадает... Одни из первых из тиража книг попали именно к вам. Поэтому я надеюсь, что книга будет встречена положительными эмоциями, потому что книга действительно интересная. Для меня, как автора, понятное дело, она интересная, потому что это мое детище. Но я со стороны тоже смотрю, могу сравнивать с другими похожими изданиями, касающиеся этой тематики. И у нас наша книга выгодно отличается от других. Потому что, как мне кажется, она сделана с душой и с любовью к той работе, которую выполняет как наш коллектив, так и мы, руководители нашего учреждения. А все-таки тема этой книги была выбрана именно к юбилею Федерального центра? Или вы интересовались этим уже давно? Почему именно этот вектор? Почему именно в таком формате? В 2017 году, когда я возглавил учреждение, мне стало интересно все-таки, как развивалось учреждение. И я постарался посмотреть в архивах, какие были документы на тот момент. И мне показалось, что было бы интересно эти документы систематизировать. Поэтому и пришла как раз идея в конце 2017 года заняться этой работой. И вот этой работой по вечерам я занимался практически три года, три с половиной года. Кто вас поддерживал, кто помогал в создании этой серьезной работы? Ну, практически все сотрудники нашего учреждения. Это, конечно же, заведующие наших лабораторий, которые собирали архивные материалы у себя в лабораториях. Это, конечно же, руководители наших филиалов, которые тоже помогали систематизировать ту информацию, которая у них есть. Ну и, конечно, два моих соавтора. Это коллектив, который работал над этой книгой, авторский. Это руководители нашего учреждения за разные годы. Это Сычев Сергей Иванович, который работал руководителем с 1983 по 1992 год. Виктор Федорович Пивоваров, который работал руководителем нашего учреждения с 1992 по 2017 год. И я, ваш покорный слуга. К сожалению, я хотел бы отметить, что буквально два месяца назад мы прощались с нашим Сергеем Ивановичем Сычевым. И, к сожалению, он не смог ее увидеть в руках, эту книгу. Хотя его работа здесь, конечно же, отмечена. Ну, семье она, безусловно, будет передана. Да, семье супруги я уже передал эти книги. И она, вот ее как раз отзывы были восторжены. Она благодарила за ту работу, которую мы провели совместно. Это не первая ваша работа в плане публикации. А какой вашей книгой вы гордитесь больше всего? Каждый труд, он по-своему любимый. И понимаешь, сколько ты вложил силы труда в подготовке той или иной книги и публикации. Но на данный момент я горжусь последним детищем этой книгой. Потому что три с половиной года отданной жизни, и это, конечно, много. И результат хороший. Поэтому на данный момент это моя любимая книга. Но мы уже приступили к работе на следующей. Но все-таки на какую аудиторию она рассчитана? Кто ваш читатель? Вот конкретно в этом случае. Ну, вы знаете, как говорят, это для широкого круга читателей. Здесь, конечно, будет интересно и научным сотрудникам, которые занимаются проблематикой сельскохозяйственной науки. Это, конечно, будет интересно и жителям Одинцовского городского округа и Московской области. Потому что многое из той работы, которая проводилась с сотрудниками нашего учреждения, осуществлялось именно здесь. Ну и, конечно, это и студенты, и будущие сотрудники, я надеюсь, нашего центра, которые, узнав эту историю, историю нашего учреждения, конечно, проникнутся тем трудом, который сотрудники вкладывали в каждый, по сути... Может быть, этот опыт вдохновит кого-то на новые свершения, новые открытия? Вы знаете, я думаю, что да. У нас в нашем учреждении зародилась традиция уже давно приглашать студентов на практику. И часть студентов после практики остаются у нас на работу. Поэтому обязательно мы проведем курс для них лекций, в том числе на основе нашей книги. И я думаю, что они обязательно заинтересуются и будут нашими сотрудниками. Алексей Васильевич, Вы уже обмолвились, что работаете над следующей книгой. О чем она? Можно ли сегодня хоть немножко приоткрыть завесу? Да, это не секрет. Мы с нашими коллегами занялись более такой проблематикой прикладной. У нас готовится к изданию новая книга. Она называется «Экологическое овощеводство». Она будет посвящена как раз всем основным культурам овощным, которые возделываются в нашей стране. И ту работу, которую можно проводить им для получения экологически безопасной продукции. Ну и для того, чтобы получить продукцию, которая будет радовать не только, что говорится, живот, но и глаз. Какие сроки исполнения? Ну, Вы знаете, сроки я всегда ставлю для себя и своих коллег. Конечно, самые небольшие, но жизнь вносит коррективы. Поэтому я планирую в течение полугода закончить работу над книгой. Ну, а я думаю, что мы увидимся еще раньше. Но сейчас мне бы хотелось узнать о том, как сегодня живет Федеральный научный центр, который в прошлом году, в 2020 году отметил свой 100-летний юбилей. Наверное, сотрудники выдохнули, потому что юбилейный год был крайне непростым. Он был и тяжел в плане подготовки к проведению юбилея. И тем более, что он был год пандемийный, такой первый год у нас, когда мы переходили на новый режим работы. Поэтому сейчас мы постепенно входим в нормальный, обычный режим работы. Выполняем все те задачи, которые ставит перед нами наша страна в рамках выполнения доктрины продовольственной безопасности. Вы говорили о том, что уже стала хорошей традицией, что в Федеральный научный центр приходят студенты, молодые ученые и остаются там. Ждете ли пополнения в этом году? Да, в этом году у нас проходит практику 16 студентов. К сожалению, это не так много, как хотелось бы. Так, например, в 2019 году у нас было 24 студента из 12 вузов. Но это отголоски пандемии, поэтому мы сейчас все равно находимся в таком непростой ситуации. Поэтому мы немножко поберегли и себя, и студентов, и вот такое небольшое количество пригласили. Но сотрудники рады, что приезжают студенты, молодое пополнение. И, конечно, мы рассчитываем в следующем году, что студентов будет в два раза больше. На сегодняшний момент есть ли дефицит кадров? Вы знаете, всегда есть дефицит кадров, тем более квалифицированных. Но у нас коллектив сплоченный. Даже если у нас какой-то вопрос необходимо закрыть большим количеством сотрудников, то у нас сотрудники сплачиваются и закрывают вопрос существующим количеством сотрудников. Но, тем не менее, вы всегда рады молодым ученым, молодым студентам, которые могут и готовы пополнить ваш коллектив. Да, мы поддерживаем ту тенденцию, которая сейчас существует, и Министерство науки и высшего образования, и Российская Академия наук именно на омоложение кадров. И в нашем учреждении как раз вот такой хороший сплав опыта и молодежи наблюдается. Поэтому мы, конечно, поддерживаем, когда молодые сотрудники приходят работать в научном учреждении нашего профиля, и выводят наше учреждение на новый уровень работы. Алексей, спасибо за интервью. Еще раз поздравляем вас с выходом вашей книги. Спасибо большое. Надеюсь, книга вам тоже понравится. Спасибо. Вы смотрели специальное интервью. Оставайтесь на нашем канале. До свидания. Продолжение следует...